Всем привет! Продолжаем гулять по Риге. Вот парк Эспланада, центральный район в Риге. Памятник полковнику Оскару Колпаку. В латвийске, наверное, так звучит Оскарам Колпакам. Вот так, наверное. Это полковник. Он был командиром отдельного латышского батальона. Воевал против красных. Его батальон, также известного как батальон Колпакса, первый командир латышских национальных частей латвийских вооруженных сил. Краткая биография. После Октябрьской революции выбран на Совете солдатских депутатов командиром полка. После провозглашения Латвии независимости в 1918 году принят на службу Министерства обороны. Активно участвует в создании вооруженных сил, полчения после так называемого бунта рижских латышских рот. Воюет с красными стрелками. Под его предводительством отдельный латышский батальон был самым боеспособным вооруженным формированием будущего латвийской армии. В 1919 году разгромил второй рижский стрелковый полк красных, заняв город Скрунду. По существу для нас это был, конечно, беляк такой махровый, потому что, к примеру, в 1906 году он еще получил медаль за усердие по давлению восстания иркутских рабочих в октябре 1905 года. Но, тем не менее, памятник есть. С историей ничего не сделать. Это исторические личности, хотя, в общем, они были враги, конечно. Но все равно надо о них знать. Тем не менее, необходимо знать историю. Памятник есть памятник. Я вообще не понимаю тех людей, которые рушат памятник. Памятник поставлен кому бы не было. Зачем его рушить? Вот. Ну, эта лирика. Открыт в 2006 году. Куртер Глеб Анте-Джеффс. Архитектор Андреас Вейдманис. Вот все. Всем пока. Всем привет. До свидания. Вот такой памятник полковнику латышской армии. Субтитры подогнал «Симон»!